Всем привет! Здесь фотографии вообще. Поехали! Вообще, с 5 марта я не снимал ничего другого, как фотографии, связанных с коронавирусом. Да и, в принципе, весь мир уже снимает коронавирус с февраля, когда в Италии началось. В эти дни самое время стать фотографом и снимать все, что происходит вокруг. Даже если вы не выходите из дома, снимайте просто из окна, как дезинфицируют ваш подъезд, как носят маски. В магазин-то вы все-таки ходите, наверное. А если вы ходите по городу, то снимайте, как он опустел. Несмотря на то, что машин много и народу много, все равно это намного меньше, чем обычно. Самая пустота была, конечно, первые три дня, когда объявили некую самоизоляцию, а потом народ разгулялся. Но в эти три дня Москва, правда, была пустой. Разбросались и не собираются. Я самопроблемами, самозадачена. Я ломаю голову над большой задачей. На ноге один носок, где второй удачен. Самоизолировался где-то не иначе. Мы обычные герои, я и ты. Мы планету избавляем от беды. Но врага любого можем победить. Только главное из дома не выходить. Ролики и велики на балкон заброшены. В пользу никакой от них ничего хорошего. Лучше дома подержу, это не трагедия. Лучше книжку дочитаю. Вот энциклопедия. Понятно было, что нужно делать какие-то человеческие истории, а не только снимать пустую Москву. И мне повезло найти Сергея Ночевного, который, имея достаточно большой бизнес в Китае, в Москве во время карантина решил поработать доставщиком еды, чтобы не заскучать и как-то развлечь себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Йоу! Как же было скучно же до самоизоляции. Было делать нечего, нечем заниматься нам. Раз утра до вечера только дурью маялся. Сейчас весь день уроками сама занимается. Самозанимайся и саморазвивайся. Утром без будильника самопросупайся. Сам стою с кровати и самоумывайся. Сам иду в уборную и сам облегчаюсь я. Мы обычные герои. Я и ты. Мы планеты избавляем от беды. Один из признаков самоизоляции во всем мире стала фотография через FaceTime. Все начали снимать удаленно и даже большие проекты. Повезло найти прим Большого театра Марию Александрову и Влада Лантратова. Я снимал их две утренние тренировки через FaceTime. Они тренировались вместе со своим тренером и партнерами по Zoom. С этого началась история и сложились остальные карточки. В принципе, за съемкой через FaceTime будущее. Единственное, сейчас нет приложения, которое может управлять камерой собеседника, что было бы неплохо, потому что качество, конечно, оставляет желать лучшего. Вот мы и приехали в коммунарку. Вот это здание. Здесь все и происходит. Фотографы обычно стоят вот на этом вентиляционном люке и через забор снимают, как там заводят людей или заносят. Отсюда вот были первые карточки. Здесь вот мы будем парковаться. В коммунарке, кроме того, что холодно, еще постоянно подходят всякие люди и всякое спрашивают. Но в основном спрашивают, конечно, одно и то же. Что вы здесь стоите и почему? Почему здесь, а где вход? Вчера приезжал какой-то блогер на велосипеде и спросил, а правда, там три еще подземных этажа под этими зданиями и коек намного больше, чем говорят. Потом постоял, постоял, подумал и говорит, вот бы хоть одну скорую увидеть. Как же было скучно же до самоизоляции. Было делать нечего, нечем заниматься нам. Раз утра до вечера, только турию маялся. Сейчас весь день уроками, сама занимается. Самозанимайся и сама развивайся. Утром без будильника сама просыпайся. Сам стою в кровати и сама умывайся. Сам иду в уборную и сама облегчайся. Мы обычные герои, я и ты. Мы планету избавляем. Коронавирус, в принципе, конечно, изменил нашу жизнь. Жизнь всей планеты. Полностью оценить мы это сможем позже. Я думаю, намного позже. Школьные учебники на полу разложены. Не хотят лежать они там, где им положено. Краски и фломастеры полом валяются. Сама разбросались и не собираются. Я сама проблемами, сама озадачена. Я ломаю голову над большой задачей. На ноге один носок, где второй утрачен. Самоизолировался где-то не иначе. Мы обычные герои, я и ты. Мы планету избавляем. Одна женщина подошла и спросила, а вы снимаете правду или красиво? Это, конечно, вообще один из главных вопросов фото-журналистики. Почему мы просто не можем снимать факт, а нам нужно извернуться и снять красиво? И почему мы можем снять что-то красиво, но это не будет фактом? Например, когда мы в кадр что-то не включим или потом обрежем? Я думаю, смотря на фотографию, ответа нет. Ответ есть только у того, кто присутствует на месте событий. И то он не знает, что есть правда, а что нет. А понятия о красоте, они у всех разные. Поэтому фотография в любом случае вещь субъективная. С какой стороны не посмотри. Мы обычные герои. Я и ты, мы планету избавляем от беды. Мы врага любого можем победить. Только главное из дома не выходить.